Друзья, всем привет! В сегодняшнем обзоре я хочу рассказать о бюджетных очках виртуальной реальности TFN Mirage Echo Max. Устройство поставляется в небольшой картонной коробке, которая весьма информативная и на ней мы можем найти сведения о всех технических характеристиках данного устройства. Комплект поставки у нас достаточно неплохой, на мой взгляд. Сразу нас встречает инструкция по эксплуатации на русском языке, инструкция весьма информативная. Сами очки. Чуть попозже на них посмотрим подробнее. Хочу сказать, что я их уже протестировал, но все же хочу показать, что у нас есть на предпоставке. Также у нас здесь мы видим пульт дистанционного управления, многокнопочный, управление одной рукой, набор сменных амбушюр для наушников. Здесь предусмотрены наушники в данных VR очках и тряпочка для протирки линз. Корпус VR очков изготовлен из пластика. Предусмотрен вот такой вот комплект ремней, который позволяет регулировать охват головы, то есть каждый пользователь может их отрегулировать под себя. Резинки весьма мягкие. На лицевой поверхности логотип Mirage. Открываем, видим вот такую вот поролоновую накладку, которая фиксирует телефон. Сами линзы. Вертикальная полоса, которая нам показывает, что середину экрана, миниджек для подключения наушников. И обратите внимание, у нас магнитное крепление используется. Вроде как оно крепкое. Я думаю, вам прекрасно слышно, как закрывается. И сами наушники. Видите, подпружиненный с фиксатором. Все зафиксировались. В таком положении. Потянули, фиксировали. Еще раз потянули, закрылась. Также имеется регулировка длины вперед-назад, лево-право. Таким образом мы регулируем фокусные расстояния и каждый может подстроить очки под себя. Лицевая поверхность у нас имеет тканевую прокладку. Она весьма неплохого качества. Вообще хочу сказать, что на взрослом человеке очки сидят вообще шикарно. А на восьмилетнем ребенке, конечно, слегка чувствуется, что они великоваты. Я думаю, о 10 лет. Также в комплекте потовки имеется вот такой пульт дистанционного управления. Подключается он к телефону по Bluetooth. Управляется одной рукой. На самом деле все интуитивно понятно. Используется для игр. В большинстве случаев, конечно же, для игр. Ну, теперь давайте мы перейдем к тестированию данных VR-очков. Пульт дистанционного управления. Навигация осуществляется при помощи джойстика. Имеется ряд кнопок, назначения которых можно настроить уже непосредственно в приложениях. Все делается достаточно просто. Никаких сложностей не возникает. Но при работе, допустим, в VR-режиме использование пульта именно для навигации по меню, на мой взгляд, несколько неудобно. Причем это не касается конкретного пульта управления. Это касается, в принципе, всех пультов управления. Смотрите. VR-очки это устройство компонент. То есть должен у нас быть смартфон, который имеет все необходимые сенсоры. Смартфон мы устанавливаем в сами VR-очки. разделение экрана имеется. Вот совпадают полосочки. Ложим смартфон и закрываем. И на что хочу обратить внимание. Вот у меня в данном случае смартфон Samsung Galaxy Note 8. Диагональ 6,3 дюйма. Производитель говорит, что поддерживается смартфон 1,0-4,5 или 6,5 дюйма. Но видите, не защелкивается наша крышка. То есть нам нужно взять нож и срезать небольшую часть данного поролона. В принципе, если сильно нажать на крышку и поддержать, фиксация произойдет. Но с учетом того, как все это жестко происходит, я бы не рискнул использовать данный смартфон прямо без каких-либо поддержек. То есть необходимо, конечно же, подрезать поролон. Почему производитель не использует механическую защелку, я не понимаю. Но магнитное решение, конечно же, удобное, более простое. И за него, в принципе, производителю спасибо. Ну, на что еще хочу обратить внимание. Смотрите, Note 8 достаточно тонкий телефон. Если, допустим, мы сейчас возьмем Xiaomi Black Shark 5 Pro, он у нас потолще, у него более емкий аккумулятор. И данный смартфон уже в ярочках софиксировать мы не можем. То есть нам в любом случае придется осуществить подрезку. Ну, на мой взгляд, это не критично. То есть, если мы используем данные очки для себя под конкретный телефон, ничего сложного в том, чтобы подрезать данный поролон я, в принципе, не вижу. Принимая во внимание стоимость мира Echo Max, вообще можно не обращать на столь незначительный недостаток внимания. Отличные очки для познавания виртуального мира однозначно заслуживают вашего внимания. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки под видео. Подписывайтесь на канал. Всем пока.